Библейский портал экзегет.ру представляет 87-й псалом для библейского портала экзегет, считаю, русский перевод российского библейского общества. Подзаголовок «Песнь псалом сынов коруха начальнику хора поется на напев «Махаллат Леонот». Искусная песня Хемана из Рахитянина. Ну вот редко у нас такие подзаголовки, в которых так много всего сразу. Ну а первых сыны коруха уже встречались такие псалмы не раз в этой части, псалтили как раз в основном им и приписываются эти псалмы. Это не обязательно авторство, это может быть псалом, который исполняется какой-то группой, соответственно, храмовых певцов. Напев «Махаллат Леонот» уже встречался у нас напев «Махаллат» в 52-м псалме. А кто такой Хемана из Рахитянин, кто выглядит здесь как автор? На самом деле мы об этом ничего не знаем. О Соломоне сказано, это есть в Третьей книге цар, что он был мудрее этого самого Этана из Рахитянина. Но здесь у нас Хеман, это немножко другое имя. А Этан у нас появится в следующем 88-м псалме. Они оба из Рахитянина, но что это значит, мы точно не знаем. Либо это какой-то клан, какой-то род внутри израильского народа, либо что-то еще. Может быть, слово Эзрах обозначает местного уроженца, то есть того, кто действительно там родился. Ну вот какие-то это люди, эти самые Хеман и Этан. И псалом, он после 86-го, такого очень лиричного псалма об Иерусалиме, возвращается к теме молитвы. У нас было довольно много о молитве до того, потом появились такие псалмы о Боге, о том, как, собственно говоря, Бог действует в этом мире. Ну вот возвращается тема туда же, где она начиналась, как, собственно, в псалтире все время это будет появляться. Молитва к Богу. Господь Бог спасения моего, днем и ночью взываю к Тебе. Пусть молитва моя до Тебя дойдет, будь благосклонен к мольбе моей. Страдания душат меня, моя жизнь на краю Шиола. Шиола — это мир мертвых. Я, как те, кто в могилу сошел, в ком уже не осталось сил, как никому не нужный мертвец, как убитые спящие в гробнице, о которых забыла Ты, они уже не в Твоих руках. Ты низверг меня в могилу бездонную, в пучину, во тьму. Тяжек Твой гнев для меня, волны Твои сбили с ног. Ты друзей от меня прогнал прочь, они брезгуют мною. Я как в тюрьме, и не выйдьте мне. Меркнут от горя мои глаза. Каждый день я зову Тебя, Господи, пристыраю руки к Тебе. Разве явишь Ты мертвым свои чудеса? Разве встанут тени, чтобы славить Тебя, музыка? Говорят ли во гробе про милость Твою? Средит ли она про верность Твою? Разве знают восьми о Твоих чудесах, в стране забвения о правде Твоей? Я взываю к Тебе, Господь, с раннего утра возношу молитву Тебе. Почему, Господь, Ты меня отверг? Почему от меня отвернулся? С юности я страдаю и смотрю в лицо смерти. От Твоих ужасов я изнемог. Твой гнев захлестнул меня, как волна, сломили страхи, посланные Тобой. Затопили меня, словно вода. Всякие дни отовсюду подступают ко мне. Близких Ты прочь от меня прогнал. Мрак. Ну вот, настроение невероятно мрачное. У нас уже были такие депрессивные псалмы. Но это, наверное, самый депрессивный. И все-таки в нем есть какое-то развитие. Днем и ночью вызываю к Тебе. Это понятно, пусть молитва моя до Тебя дойдет. Страдание душит меня, моя жизнь на краю Шиола. Это все ясно. Но дальше я, как те, кто в могилу сошел, как никому не нужный мертвец, как убитый и спящий в гробнице, о которых забыл и Ты. Они уже не в Твоих руках. Как это не в Его руках? То есть смерть здесь понимается как абсолютный конец. Мы можем сказать, некоторая духовная смерть. Но, скорее всего, для автора действительно человек умерший, он перестает существовать. Он перестает существовать, в том числе и для Бога. Или, по крайней мере, остается в Шиоле, где, ну, нечего ему сказать, где, в общем, Господь его никак уже не взыщет. И дальше, ты не зверг меня в могилу бездонную, в пучину возьму. Твой гнев для меня, волны твои сбили с ног. Ты от друзей меня прогнал прочь. То есть он говорит о том, что Господь это с ним все сделал. Не просто с ним что-то плохое происходит, но... «Разве явишь ты мертвым свои чудеса? Разве встанут тени, чтобы славить тебя? Говорят, ты во гробе про милость твою и среди тлена про верность твою». И он просит о воскресении. Ну, мы скажем, что здесь воскресение, это уже, наверное, духовное. Но, по сути дела, он говорит о том, что он уже мертв, хотя физически он жив. И, может быть, он говорит о схождении вот в эту смерть, которая происходит вот здесь и сейчас. И, по сути дела, единственное основание просить Бога о милости — мертвым он не сможет славить Бога. Мертвым он окажется выпавшим из этих отношений с Богом, которые у него были до сих пор. И он продолжает эти вопросы. «Почему, Господь, ты меня отверг, почему от меня отвернулся? С юности я страдаю, смотрю в лицо смерти, от твоих ужасов я изнемог. Твой гнев захлестнул меня, затопили меня словно вода. Страхи, посланные тобой близких, ты прочее от меня прогнал, и мой спутник мрак». И все. Да, вот псалом обрывается на этом самом мрачном настроении. Это очень редко с псалмами бывает. Как правило, в конце все-таки, ну, какой-то просвет. Как правило, в конце все-таки, ну, какой-то ответ на молитву или, по крайней мере, надежды на этот ответ. И здесь вдруг тишина. Да, вот просто тишина. Я в могиле, все плохо, воскреси меня. Если бы это был один псалом, ну, наверное, мы бы просто сказали, ну, вот такие мрачные моменты бывают в жизни. Ну, псалом не один, а следующий, в 88-й, составленный этаном, израхитянином, как гласит его надписание. То есть почти тот же самый человек, но просто другая личность, да, вот из этих самых израхитян, он предлагает другой взгляд на эти вещи. Да, вот они именно идут парой. Первый псалом, «Я никто, Господи, и ты со мной сделал что-то страшное, ты меня фактически уничтожил». Что скажет второй псалом, из этих двух, в 88-й, но мы прочитаем обязательно тоже.